Анастасия Винокурова — Есть такой необычный человек? — Нет, он меня сам нашёл, потому что у меня родители живут в Москве, я приехала к ним, и в день приезда этот человек пришёл чинить наш унитаз. Я увидела эту большую попу, торчащую из туалета, следующий кадр был уже вырванный с мясом унитаз, стоящий в коридоре, ну и потом он начал общаться с моими родителями, вообще, потому что это герой. Но он был очень страшный, и мы все его очень боялись, в том числе мои родители, поэтому где-то год, наверное, я боялась ему позвонить, но только через год я себя пересилила. — Герой вовсе не страшный. — Да, и оказалось, что он очень милый и добрый. — Скажите, я так понимаю, что вы снимали картину на немецкие деньги, да, в России не нашлось людей, которые захотели бы продюсировать этот проект? — Ну, честно говоря, я даже не пробыла в России, потому что там много было, уже изначально задумано такого всякого про коррупцию в системе ЖКХ и прочих моментов. Ну, они как бы вторым фоном идут, параллельным, но всё равно как бы это было ясно, что, ну, это будет очень сложно, потому что невозможно будет получить разрешение и так далее. А так мы снимали просто вообще без разрешения. — То есть у нас эти проблемы по-прежнему пытаются скрывать, и не дай Боже, кто про это снимет? — Да, то есть мы снимали где-то два раза по неделе приблизительно, по 10 дней, вот уже в конце только начальство каким-то образом узнало, что что-то там такое снимается, и приехал какой-то начальник, но мы, слава Богу, уже всё успели снять. — А начальник приехал и стал мешать? — Да, да, он нас выгонял, там, спрашивал, кто мы такие, вот, но мы как бы, как студенты, там, я, в общем, мы без разрешения снимали. — То есть это у вас дебютная картина? — Ну, да, можно так сказать, не совсем, но да, да, да. — Ну, это ваша самостоятельная работа, не студенческая? — Нет, это самостоятельная работа, да, да. — Скажите, а как вы относитесь к тому, что сейчас документальное кино иногда перестаёт быть чисто жанровым, и туда вмешиваются игровые эпизоды, анимационные даже? — Ну, отлично, хорошо отношусь. В любом случае, каждый фильм, неважно, документальный, игровой, это всё равно художественное произведение, и никакой объективности там всё равно нет. — Сейчас у вас какой-то задуман уже новый проект, на какую он тему? — Ну, да, у меня сейчас несколько идей, все связаны с Россией, но вот пока больше не знаю, потому что, не могу сказать, потому что сама ещё не знаю. — Живёте вы в Германии, насколько? — Да, да, я живу в Берлине. — И насколько вот давно ли вы там живёте, и насколько изменился ваш взгляд на Россию вот оттуда? — Ну, я живу там 12 лет, и мне кажется, что у меня сейчас, да, такая некая дистанция появилась, то есть мне сейчас как раз очень интересно заниматься Россией, потому что я понимаю, что у меня уже немножко другой взгляд. С одной стороны, не как у людей, кто здесь живёт, с другой стороны, не как у немцев, то есть я больше понимаю, конечно, все эти наши нюансы, вот, поэтому, вот, мне кажется, это сейчас. — А игровую картину вы не хотели бы снять? — Ну, в принципе, хотела бы, но это не является какой-то моей там целью, прям, ну, если будет такая возможность, я бы с удовольствием попробовала, да. — Ну, а пока вам интересно именно документальное? — Да, да, потому что в документальном, на самом деле, можно развернуться меньше, чем в игровом, просто, единственное, ну, и это быстрее, это живее, это всё-таки какая-то реальная жизнь, она. — А как вам кажется, вот, какие-то проблемы в психологии человека всё-таки легче открыть в документальном или в игровом? — Ну, это, по-моему, ну, как бы, не важно, то есть всё зависит от того, от режиссёра, от темы, от человека, то есть, мне кажется, в документальном фильме можно приблизиться к герою, в принципе, до любой степени, то есть... — И что для этого нужно, доверие или что-то ещё? — Ну, доверие, умение посмотреть на жизнь и глазами героя, и интерес к жизни героя. — А есть для вас какие-то запретные темы, на которые бы вы не стали снимать никогда? — Ну, зависит от ситуации, так вот прям, нет, нет. — Хорошо, Анастасия, удачи вашему фильму и вам спасибо большое. — Спасибо.